У нас в семье был Кабан. Ощущения не передать, наверное, ничем. Это понятно, это ты можешь не говорить. Я поступил в свой первый физмат. Физикс, там, Ньюс, там, что-то там. Feel free, you're welcome. Ну, транскрипция, извини. Ты самый титулованный скелетонист в Украине за всю историю? Мы же еще не знаем, как находит интервью. Виртуальный секс сейчас есть абсолютная данность. Надо трогать, надо трогать. Метод тыка самый верный. Ну, я рассказываю. Ну, точно сбылась. Если я буду рассказывать про всех девочек, то меня не включат в список топ-холостяков. Она профессор, доктор наук. К сожалению, у нас в науке сейчас не самые сладкие времена. Рассказывали, что нормально там платят капусту. Всех интересующий вопрос. Чего водя, ну? Посмотри, как оборванцы сидим. Герас, свой бренд будет наравне скоро. Спортсмены, да, они, что-то, я что с ними говорю. Магнитное сопротивление в нанотрубках при сверхнизких температурах. Парни, тушите свет, мы ничего не знаем. Следите, должно быть очень интересно. Работейский. Влад. Привет. Привет. Смотри, какая штука. Мы с тобой пишем вот этот разговор. Когда он выйдет? Одной вселенной известной. И вселенная вот именно сегодня сотворила солнечное затмение. Такая штука, когда отлетевшие вообще мозги у людей напрочь, да, вот какой-то период времени. Я тебя хочу спросить. На тебя вот такие атмосферные вообще вещи, они как-то влияют? То, что за собой замечаешь? Наверное, наверное, не сильно влияют, потому что у меня уже, наверное, отлетевшие мозги. Головой на санках вниз, с бешеной скоростью. Поэтому, да, я не чувствую изменения сильные от каких-то погодных условий. Хотя, хотя вот с возрастом оно уже приходилось. Да, вот я хотел сказать, молодой просто еще, все в порядке. А по поводу суеверия? Не сильно, не считаю себя суеверным человеком. Все равно, конечно же, стараюсь настроиться правильно. Если мы говорим про соревнования, то пытаюсь правильно настроиться, пытаюсь правильно мыслями собраться. Но как-то не сильно верю в суеверие, потому что оно больше накручивает и отвлекает от самого главного, собственно, от выступления своего. То есть психологическое состояние у тебя стабильное. Правильно, над этим кто-то работает или так у тебя в характере появилось изначально? Ну, опять же, это, наверное, с опытом. То есть у меня уже какой-то есть опыт в разных видах спорта. И, конечно же, тяжело. Первые соревнования, когда были, тяжело, много волнуешься. Но со временем, конечно же, как ты пытаешься с этим страхом бороться? Он не пропадает. Это все каждый человек волнует. Странно было бы, если бы он пропадал. Да. Мне кажется, что он стал бы задумываться. Да, надо просто учиться с ним работать и учиться его контролировать. Поэтому стараюсь этими заниматься. Смотри, по поводу разных видов спорта. Ты активно работаешь на своем руководке в Инстаграме. Ты активно присутствуешь в этой социальной сети, общаясь со своими подписчиками. Это все очень круто и правильно. Ты сделал такой пост знакомства с собой не так давно. Это я базирую, что вот на этом мне, когда мы пишем это интервью. Потому что, опять же, непонятно, когда мы его публикуем. Но постараемся побыстрее. Так вот, ты все очень тезисно, но очень конкретно разложил. Что у тебя за плечами и бокс, и хип-хоп, и ММА, и борьба, и боевое самбо, и бла-бла-бла. Куча всего. Что богатырские игры, потом скелетон. Давай на слове скелетон сейчас остановимся. Для тех, кто вообще не знает, что это такое, таких очень много. Мы здесь покажем твою фотографию, какую-то красивую, вместе со скелетоном. И я у тебя спрошу, правильно ли я понимаю, что по состоянию на эту минуту ты самый титулованный скелетонист в Украине за всю историю? Да, да, все правильно. Почему? Потому что скелетон молодой вид спорта в Украине. И он пару лет назад, может, 4 года назад, 5 лет назад, всего вообще появился официально в Украине. Я первый скелетонист. Скелетон, это очень, если в целом взять, очень древний вид спорта. Он был до 1800-1880 какой-то год он появился. Он очень долго был в олимпийской программе, потом его исключили. И он вернулся в 2002 году уже на Олимпиаде в Соттек-Сити. И уже так и остался в олимпийской программе. До сих пор он есть. У нас была бобслейная команда. Это соседние виды спорта. Бобслей, скелетон и санки. Луч называется, да? Лучше. Да. Ну, саный вид спорта. У нас одна федерация с бобслейем. Бобслей и скелетон. И украинская федерация, и международная федерация. У нас бобслейная команда была. Собственно, через вот это вот знакомство с бобслейем. Моего отца, который занимался бобслейем 90-х. Он имел даже на руках путевку на Олимпийские игры. Но, к сожалению, тогда боб-четверку не повезли. Боб-двойку повезли, боб-четверку не повезли. В те времена хорошо помню, когда бобслейсты, вот и твой папа тоже тренировались на стадионе, тренировали раз года. Ты знаешь, потому что не секрет, что очень много разгоняющих, да, они из лёгкой атлетики. Да. У нас были профессиональные легкоатлеты, которые закончили карьеру в лёгкой атлетике и тогда перешли к бобслей, и было время. Но почему-то недолго это всё явилось, да? У нас в то время как-то был не совсем понятный подход бобслей, как по мне. Опять же, это было очень давно, у меня тогда ещё не было, когда бобслей развивался. Но я как понимаю, тогда просто не могли как-то всё сложить, собрать, и результаты были не супер. Были участники олимпийских игр, но дальше этого не заходило, и не было каких-то высоких результатов. Да, прости, он сейчас сидит, говорит, меня тогда ещё не было, а я отчётливо понимаю, да, что я тренировался в тот момент, когда его батя и когда пацаны там, легкоатлеты старшие, разгоняли вот эту вот всю историю на стадионе. Жарко было, лето, и рассказывали, что нормально там платят капусты на те времена, понимаешь? И как летит время? Просто, просто трыдец. Ну, это так, лирика. Влад, в этой связи, вот по поводу самого титулого, оно мы выяснили, ну, и как я правильно ли понимаю, ты чуть ли не единственный парень в Украине, выступающий и соревнующийся на таком уровне. Почему? Сейчас, да, у нас пару лет назад выступал Владислав Поливач, выступал на Кубках Европы, но после этого на следующий сезон или через два он перешёл выступать за сборную Польши. То есть за Польшу перешёл выступать. Почему? Почему не массовый вид спорта пока? Опять же, буду говорить пока, потому что я верю, что этот вид спорта будет развиваться, и немножко у нас добавится ресурсов, добавится времени, и мы будем давать новые толчки для развития. Но есть один нюанс, что вид спорта буду сравнивать очень много с Формулой 1. Это очень высокотехнологичный вид спорта и очень дорогой вид спорта. Очень тяжело вывести ребёнка и попробовать даже в этом виде спорта. Почему? Потому что трассы в Украине нет, и вообще в мире их не очень много. То есть они есть, ну это штучные объекты. Опять же, даже если есть трасса, чтобы встать на лёд и сделать спуск, нужен скелетон, нужен комбинезон, нужны шиповки, нужен шлем. Также желательно проверить ребёнка на стартовой эстакаде, бег в наклоне, потому что, да, вроде бы бег, вроде бы старт, но это бег по льду, это бег в наклоне и это бег с горки. Ты сказал, у Юрыча две большие разницы, да? Да, две очень большие разницы. Ты как легкоатлет, я думаю, поймёшь, что это надо тренировать, это надо смотреть, и не у всех пойдёт. Опять же, говорю по нашему опыту, у нас была девочка Юлия Должковая, барьеристка, она была призёра чемпионата Украины, очень крутой легкоатлет. Пришла в скелетон, вроде бы изначально неплохо, конечно же, база очень высокая. Но бег в скелетоне, это не бег на дорожке. И я бы не сказал, что она достигла в разгоне стартом каких-то нереальных результатов. Она проигрывала очень многим девочкам, которые, ну, база у них была намного хуже, чем у неё. Поэтому очень большая специфика в стартовом разгоне, и это надо всё тренировать, надо всё пробовать. И все эти факторы, они складывают картину, что мы не можем взять, например, 100 детей и всех попробовать. Ну, ещё ты правильно сказал про цену вопроса. В очередной раз я говорю здесь своему гостю то, что тебе говорю, да? К сожалению, мало интервью с вами в медиапространстве. Мало, но есть, и это очень приятно. Я посмотрел те свежие проявления, которые с тобой есть. Очень хотелось бы, чтобы больше их было, да? Ты там рассказывал про цену вопроса. И если я правильно помню сейчас, подтверди. Если нет, поправь меня, да? Что если вот в общем брать, да, скелетон плюс вся экипировка, я не беру сейчас даже цену спуска 25-30 евро, да, одного каждого спуска, то экипировка вся обойдётся около, там, 7 евро. Это и скелетон, и костюм, и шлем, и обувь, и все сопутствующие какие-то материалы, которые нужны. Да, но опять же, есть момент, да, мы говорим, если экипировка есть в разном уровне, как везде, как в любом виде спорта, есть экипировка разного уровня. Можно купить какие-то бу-сани, какие-то там разбитые, раздолбанные, да, это может быть чуть-чуть не дешевле, но не сильно. Если мы говорим там о новых крутых санях, они могут быть и дороже, и могут быть дороже там несколько раз. И у нас даже была история, когда-то норвежец, спортсмен, у него папа, ну, довольно-таки там богатый бизнесмен, и у него вообще сани, они за счёт того, что продавались в ародинамических туннелях, у них сани получились там около 100 тысяч долларов. То есть... Совершенность уже дела нет. Да, да, про что говорю, что цена саней, плюс есть доработки, которые делаем мы сами, то есть мы покупаем сани. Кастомизируете? Нет, именно доработки в плане техническом, то есть кастомизация, это уже как тюнинг больше. Тюнингуем санки свои, делаем балочки, делаем какие-то там тоже, ну, не знаю, это для понимания. Сейчас ничего понятно не будет, что такое балочки и так дальше. Ну да, то есть конструкция достаточно сложная, и мы как-то и пытаемся доработать. Берём другие материалы. Для того, чтобы были быстрее. Да, конечно же, всё ради скорости. И вот эта кастомизация, которую мы делаем, этот тюнинг, его тяжело оценить. То есть мы ещё платим, как бы, вкладываем свои идеи, тут оценить тяжело. Поэтому цена саней, да, может быть и выше, но где-то вот от 7 до 6-7 это где-то вот минимум, который надо, чтобы просто человек встал на лёд и мог выступать. Вот видишь, на начальном этапе финансовый фильтр отсеивает, наверное, 90% людей, которые, может быть, задумались бы, может быть, ну, хорошо, ладно, задумались, вот есть деньги, окей, да. Но этого мало, мне кажется. То есть нужна же инфраструктура и нужны специалисты, то есть тренеры, которые бы тобой занимались и чего-то тебя научили. Здесь очередной тупик? Нет, ну, опять же, хорошо, ещё второй фактор, который нас очень тяжело, для нас, да, для поиска, ну, катание на скелетоне, это достаточно тяжёлый вид спорта в плане, ну, интеллектуальном. То есть должна быть хорошая память. Все трассы, которые мы идём, если мы, ну, идём, едем, да, траектория должна быть в голове, мы их идём в голове, потому что на скорости за 100 ты не можешь реагировать на виражи как-то вот, ну, то, что ты видишь, так и буду ехать. То есть ты должен понимать вот эту вот саму структуру, то есть за два, за три виража до, собственно, там, какого-то тяжёлого момента ты должен уже, да, ты уже должен делать правильные движения. То есть это как, помнишь, картины такие, когда лётчики эскадрильи, да, репетируют, репетируют вылет или постановочный или какой-то такой, а они идут друг за другом и идут буквально с моделью, Наташа. Вот это то же самое? Да, ну вот примерно, то есть поэтому должна быть хорошая память, должно быть хорошее понимание каких-то базовых физических процессов, да, которые происходят, там, центробежная сила, ты должен понимать, куда это будет действовать, если ты надавишь сюда, что будет. Ты должен принимать очень много решений за очень короткий промежуток времени, то есть не всегда будут заезды идеальные, это очевидно, что не бывает всё время, чтобы всё было идеально, всё идеально шло. Какие-то бывают ошибки, и ты должен вовремя успеть их исправить. Если ты не успеешь, ты или перевернёшься, или сильно побьёшься, или там, потеряешь в скорости, и на финише потеряешь во времени, и там, приедешь не там, третий, четвёртый, пятый, а приедешь там, двадцать пятый, потому что разница реально у нас в сотых, в десятках секунды. Это, это вообще, это мгновение. Это, да, ноль считай. Да, поэтому вот эта проблема, про которую я говорю, это нам нужны дети, которые немножко имеют вот эту вот соображалку, а таких детей не хотят отпускать в сезон зимний, потому что они пропускают всю учёбу. И почему-то многие родители и многие думают, что если ты занимаешься спортом, то на учёбу никогда не хватит времени. Опять же, могу развеять этот миф. Мы говорим с тобой об этом ещё, да, у меня там есть блочок о науке. Этот миф мы развеяем точно. Он есть, но смотри, это вот я всё спрашивал в той связи, что ты сказал, да, я очень хочу, чтобы наш вид спорта был популярен. Каждый из вас, из топовых украинских атлетов, которые здесь сидят, каждый об этом говорит, и это правильно, и это браво. Единственное, что мне бы хотелось соотносить это со здравым смыслом. Вот в данном случае, ну согласись, что это, мне кажется, дело даже не пяти лет. И мне кажется, что может быть даже и не десяти. Я хочу быть неправым. Ну, опять же, мы не говорим про трассу ледовую в Украине. Это бессмысленно на данном этапе. Грухо стартовая. Да, у нас сейчас мало спортсменов, ну, откровенно, если взять Санны, Спортский, Литон, Бобслей, и трасса, она не будет окупаться никак. Содержание трассы будет стоить в разы больше, чем сейчас выделяют денег на просто нас комбинировать на какие-то трассы за границу. Есть выход, и много выходов классных, если мы говорим про развитие на детском уровне. В Австрии, например, как пример, да, есть трассы с пластика. Они намного дешевле. Содержание стоит копейки, потому что их не надо поддерживать азотом, какие-то установки делать в холодильнике. Просто небольшие трассы, там, на 6-7 виражей, они по размерам намного меньше, чем полноценные ледовые трассы. Но для детей попробовать просто, чтобы они скатывались, чтобы посмотреть, кто понимает, кто не понимает, какие-то базовые моменты. И уровень соментировать как-то, да? Да, да, уже можно, уже как можно какие-то проводить юнерские соревнования. И уже лучше их отбирать и возить на сборы. Понятно, что это не будет вид спорта, в котором будет тысячу детей. Да, но количество, допустим, до 60-70 человек спокойно может быть. Это в странах Германии есть, Россия есть, Америка, Канада. Там есть это количество спортсменов. И у нас, конечно же, тоже может быть. Плюс, да, плюс стартовая эстакада, чтобы была база, на которой можно отрабатывать старт и уже с готовым стартом ехать на трассы и уже хотя бы не заморачиваться над стартом во время катания. Потому что... Тренировать то, что вам надо. Да, потому что это очень тяжело, когда вот у нас это проблема. Мы приезжаем в сезон, нам надо кататься и при этом надо параллельно еще тренировать старт, потому что мы все лето его не тренировали, у нас нет эстакады. Особенно ковидный вот этот год был, когда все было закрыто, мы сидели только вот в легкой атлетике, только спринт. Манежный штанг. Да, и мы приезжаем на трассу и надо и эстакада, надо и старт отрабатывать, и на трассе кататься. Это очень тяжело совмещать, потому что трасса это перегрузки и желательно после заездов отдыхать. А ты должен раз пойти на тренировку по стартам, там отбегал, там отбегал, там отбегал, уже мертвый, а сезон еще не начался. Это предсезонка просто, чтобы подвестись к сезону. И в этом плане, конечно же, тяжело. Так вот, здесь я тебе тоже открою секрет Пали Шинеля, то есть историю, которую все знают, и ты в том числе, чтобы вот появилась хотя бы маломальская какая-то эстакада, перед этим нужно внимание, внимание состава на государство более пристальное, чем есть сейчас. Как его обеспечить? Это обусловлено только одним единственным фактором. Удачное выступление на Олимпийских играх. Все. Больше другого нет. 22-й год, да? 22-й год Пекин, зимняя Олимпиада, это ты и знаменитый мой вопрос. Во-первых, кто еще? Я так понимаю, что больше некому на Олимпийских играх или кто-то еще из скелетонистов будет иметь шанс вместе с тобой поехать. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса более странная, но все-таки. На что мы можем рассчитывать в твоем исполнении тогда, когда ты в публичной плоскости сказал, я хочу золото Олимпийских игр. И молодец, что сказал именно так. Так, от нашей федерации, всеукраинской федерации бобслей и скелетона на Олимпийские игры будут бороться за лицензию. Это я буду бороться. И экипаж Лида Гунько, Ирина Лещинская бобслей. И Лида будет бороться в монобобе за вот эти путевки. Больше шансов, наверное, будет в монобобе у нее. Но будут бороться и за лицензию в боб-двойке женской. Что касается скелетона, мужского только ты. Да, только я. Сейчас, к сожалению, у нас нету спортсменов, которые смогли бы побороться за лицензии. В мужском точно, в женском. Сейчас квот добавили, но все равно у нас нету девочек на уровне, которые смогут бороться за Олимпийские лицензии. Напомни свое место на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане. Да, 12-й был. 12-й был. Это первые твои Олимпийские взрослые. Да, только 19-й исполнилось. Да, сейчас будут вторые. Каков расклад? Что-то существенно, ну понятно, что еще долго, да? Вот что будет определяющим, чтобы понять, на каком вы уровне, вы, это я имею в виду сейчас команду Крымной во главе с тобой, по отношению к твоим основным соперникам, кто они? Ну, основные соперники самые, в принципе, мы будем бороться за первые места, и неоднократно говорил, и все равно я не вижу смысла заниматься спортом, если ты не хочешь быть лучшим. Поэтому, да, поэтому будем бороться за первые места. Основные соперники, это Олимпийские чемпионы с Кореи, Корея Сангбин Юн, Латыши Мартин с Дукрус, Томас с Дукрус, братья, потом немцы, там, в принципе, достаточно много сильных немцев, Россия, если их допустят, непонятно там ситуация, но все равно рассматриваем их как соперников, потом китайцы, в которых будет проводиться Олимпийские игры, там вообще непонятно, что творится, потому что они этот сезон вообще не выступали нигде, ковидный, у нас рейтинг был заморожен, и они просто сидели на хоум-треке своем в Китае, на этой уже Олимпийской трассе, мы ее даже еще не видели, они там уже сделали какое-то невероятное количество спусков, плюс очень сильная сборная Британии из Европы, кстати, и вот, наверное, основные соперники, с которыми будем бороться, за которыми следим и, да, хотим их победить. Существенно изменилось тех Олимпийских игр, у нас поменялся скелетон, новый лимит веса ввели, мы к нему еще до сих пор привыкаем. Так мы еще сами самки вот эти? Нет, у нас общий лимит веса, ввели 120 килограмм, раньше... То есть ты мог весить сколько угодно? Да, скелетон был в рамках, до какого-то веса я мог весить сколько хочу. Потом ввели этот лимит абсолютный уже, и мне пришлось похудеть, скелетон мы делали легче, и у нас с этим как бы тоже свои изменения есть. Потом существенно добавился стартовый разгон, и я надеюсь, что в этом сезоне он добавится еще сильнее, потому что у нас в команде сильное пополнение в тренерском составе, у нас Красовский Сергей Федорович подключился к нам, очень крутой тренер, в мире легкой атлетики очень знаменитый. И воспитанница его... И воспитанница его жена, Евгения Красовская, да. Серебряный призер для Олимпийских игр в Афинах. В легкой атлетике это что-то нереальное, в индивидуальной дисциплине это... Это очень приятно в беге. Это космос. Это правда. Вот, поэтому я думаю, что точно усиление и точно будут улучшения в стартовом разгоне. Потом по технике мы очень много ищем, очень много тестируем. Весь прошлый сезон мы тестировали. Мы немножко... На результаты он был ковидный. Мы поняли, что нет смысла бороться там за какие-то высокие места в ковидный сезон, потому что там непонятно, соревнования будут, не будут. Поэтому мы потратили на тестирование. Мы хорошо тестировали технику, сделали свои новые заказы на технику, сделали свои изменения в технике и надеемся, что это даст нам преимущество уже какое-то собственно в Пекине. Смотри, по поводу гарантии участия в олимпийских играх в части лицензии, в части отбора там как у вас устроено? То есть ты уже отобрался или еще есть нюансы с этим вопросом? У нас сейчас никто не имеет лицензии, ни один спортсмен. Да, весь отбор у нас будет в сезоне в этом предстоящем. По итогам восьми этапов по рейтингу будут страны, которые будут бороться за три путевки. Три спортсмена едет, ну если мы говорим про мужской скелетон. Есть страны, которые борются за две путевки, есть страны, которые борются за одну путевку. Если мы говорим о прошлом сезоне и как сопоставить эти рейтинги отборочные, то я был первым спортсменом среди тех, кто борется за одну лицензию. То есть стопроцентная гарантия, там такие спортсмены по-моему пять, которые проходят по лицензии от одной страны и вот я был первым с этим выяснили теперь немножечко в спортивном контексте про науку ты говорил о том что действительно вот вы едете в голове на трек просчитываете траекторию а если такая история что вы как-то ангажируете ученых к тому чтобы вот ту или определенную историю просчитать по математическим формулам и как-то сделать вы вы вывести оптимальную траектор или это все так научная фантастика вполне себе есть даже учебники старые мы их находили мы читали про трассу в кёнигзе в германии там они делали исследование там есть парочку виражей которые не писать как оптимально проходить мы с этого тоже какие-то для себя нюансы увидели но науку больше используем в построении ценей работали с нау нам приезжал человек с нау ставили приборы делали изменения но к сожалению каких-то существенных изменений мы не увидели и большинство изменений которые мы вносим которые позитивные это метод тыка то есть никто не отменял просто количеством пробуем пробуем так пробуем так видим работает все в эту сторону двигаемся не работает откинули вернулись дальше снова что ищем пока пока больше получается так плюс завода антонова у нас люди очень много помогают мы тоже делали модель 3d ну вообще конструкции под как она под весом изменяется на же есть перегрузки скелетоне очень большие и как чтобы при этих нагрузках не терять ну много таких спа не делали но опять же метод тыка больше самый верный по поводу перегрузок это сравнимо ты рассказывал наверно с теми перегрузками которые пилот истребителя получает невозможно описать эти ощущения ты встаешь после того как причем так хорошо быстро проехал у вас там сколько рекорды говорил почти 145 145 вот вот на что это похоже потому что но я думаю что мало кто летал на боевом истребителя да это невозможно описать на может быть есть какой-то более жизни например не ну ощущение не придать наверное ничем что-то может быть похоже если в аквапарке тогда когда ты с какой-то там супер-крэйзи горки это ты вообще не считаешь наверное вот если кто-то катался на каких-то быстрых машинах на чем-то прям суперкары если мы грим там разгон 0100 и там вот если прям очень быстро там если около 3 чем-то секунд то есть такое ощущение что вот душа выходит да вот такой ну говорят да 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 как раз придавливает и так мы очень но опять же там перегрузка идет немножко не такая у нас все да у нас все в спину да со спины в грудь и это очень тяжелая перегрузка и конечно же ну побольше идет перегрузка чем машине и реально ну по ощущениям очень странно не знаю описать если минут 145 это висклере там самая большая перегрузка ты просто заходишь в вираж тебя просто как будто не знаю тебя просто как будто втаптывают держит там перегрузка счетом что около двух секунд и просто так раз и отпускает и приезжаешь на финише просто такой вот пустой просто внутри как будто ничего нет это канада канада возле ванкувера я почему тебя это спросил они рыжикого сидела здесь и говорила слушай я хочу попробовать скелетон это после какого-то разговора с тобой вы не живу да здесь у нас сидела и говорит хочу попробовать скелетон вот пожалуйста анечка feel free your welcome как говорится ты говоришь сейчас о если кто-то катался когда-то на спортивных машинах автомобильная тема достаточно интересная с тобой обсудить ты как пацан да вот ты любишь машины я знаю что ты подписан на одного очень популярного человека в инстаграме в том числе киврейсер прекрасный прекрасный товарищ да и смотришь ты за его деятельностью в том числе какие у тебя взаимоотношения с автомобилями с чего они начались мне вообще нравится машины и с недавнего времени ну с недавнего тогда прошлый год я активно начал кататься на картинге начало автоспорта не это очень нравится на ингуле ингул карт это где-то возле атмосферы плюс ездили на 2g на трассу в козыревич это за городом там прям полноценный крутейший трек украине сейчас и там ну там просто наслаждение там уже достаточно высокие скоростя как для картинга прокатного и там очень круто мы решили включить это в на в часть наших тренировок и начали договорились братьями геронисом геронимусами которые открывали эти треки и мы включили не нам сделали небольшую скидку и мы дружеский подход да и мы тренируемся то есть мы тренировались регулярно ездили сейчас тоже на сейчас не так много времени но когда есть время с радостью приезжаю и катаюсь и я считаю что где-то она есть потому что пилотирование даже вот в картинге в таком-таком-таком все равно на что-то дает потом для скелетона потому что это пилотирование в целом машины обожаю люблю смотрю киеврейсер который вспомнил смотрю нонграду смотрю мне тоже подписан них там новый канал мне очень нравится такое живое знакомство меня в семье у нас семье был кабан 140 марседес да и я на нем откатался где-то пару месяцев там даже это полгода на нем катался наслаждение потом у друзей у знакомых есть машины много катались много какие-то выезды нравится мне эта тема но пока хочу немножко больше сосредоточиться на на своем виде спорта нас на участие в олимпийских играх на выступлении на олимпийских играх на тренировках на своих это ты говори ты мне расскажи другое вот на кабине кстати у меня друг детства сейчас живет на русановке там есть такой вот и точно знаешь возле канала высокий жилой комплекс синина и вот если там встретишь я не помню какого года но классический серебристый 600 кабан вот он недавно купил у одного другого с нашим общего знакомого в гараже стоял и вот сейчас катается тоже такой ценитель вот этих ретро саша усик себе стоит уже по-моему да многие многие покупают так вот выезжал сам на на кабине да да и полгода катался сам именно у нас семья он был лет 8 я потом полгода это конкретно вот я вот делаю я просто ну и расскажи ну то есть на опасное но опасное ну расскажи ну это может быть романтическая романтическая точно было много как на кабане без да без романтики много было историй машина машина старая у нас была самая такая жесткая история тому в латвии были я как раз отвозил с команды людей в аэропорт и мы возвращаемся тогда с юниоркой тоже ехали со скелетонисткой и дворники сломались а дочь просто просто ливень и я просто такой ну вот так просто в латвии где-то возле риги такой стою дворники работ вышел протерся жусь уже опять запутевшая то я кое-как там доехал еще причем на такой дорожке там ремонт дороги там ремонт дороги там ремонт дороги некуда съехать я просто вообще ничего не вижу а там но это не такая машина то есть маленькая что ты можешь руку вытянул там партёр там просто нереально это было а не было просто это я не ожидал как бы не ждешь поломки и ты такой раз я руку нему просто ничего я вышел там быстренько как-то доехал до заправочки думаю ну ну вопрос надо как-то решать дождь не прекращается ну что делать девушку надо тем более то есть да и надо что-то как бы надо решить вопрос что делать я такой ну наверное надо просто быстро поехать капли будут просто мы ветрами будет сдувать значит научно подкованные в аэродинамическом виде спорта человек в принципе так и получилось да и мы справились но таких историй достаточно много ну как бы машина старая опять же нас она откатала конечно же выдержала кучу всего мы продали на пробеге 600 тысяч по моему и ну машина сверх выносливая сверх классная и ну в сердечке безусловно что касается истории с патрульной полиции нарушениями какими-то скоростного режима может быть правил стоянки в не сильно разрешенных местах где-то в лесопосадочках не кстати нормально везде все все супер же не нарушая все по правилам и искренне твоей прекрасной и чистосердечной улыбки окей это понятно как она продали сейчас что сейчас катаемся на микроавтобусе производстве она да тоже классная машина ну да сейчас очень классно выручает нас везде 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 места много мы командой влазим вещи влазят уже сумки не на голове как было в кабане ну короче вы свое свое получается то что мы говорили с тобой в федерации да папа президент федерации этой федерации как основной атлеты получается его своей материально-техническую базу свою туда у нас у нас все получается да мы вкладываем большинство средств которые получаем какие-то зарабатываем мы все вкладываем в развитие мы мы боремся за за первые места если не вкладываться этого всего не будет и не будет в обед ну да во всяком случае тут еще сколько еще вот остался уже меньше уже меньше уже олимпиады олимпийские игры феврале это уже совсем скоро слушай хорошо окей самому себе вот так если делать покупку автомобиля на чем-то и сейчас бы остановился опять же хороший вопрос если мы говорим там про рынок новых машин был все что хочется если мы же в как это мы фантазируем тем более что в день солнечного затмения это надо делать как бы на надо и надо мечтать немножечко даже по-детски говорят все исполняется ну мне вообще нравятся маленькие машинки опять же картинг тематика мне нравится проворные быстрые машины поэтому свой выбор бы сейчас наверное остановил бы на audi s3 golf r одна платформа porsche cayman бмв м2 м4 уже ну вот м2 м4 м4 очень нравится потом из мерседеса наверно какой-то класс заряжена 45 мг потом п 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 ну пока достаточно как она вывалил нам автопарка здесь мы офигеем вот так вот их пока показывать наверно и все хорошо правда конечно в кабане с девчонками разговаривать было удобнее пространство для диалога даже ближе поближаем когда сближаемся там есть опасность не сильно и говорить вот но это такое дело не поймешь правда ты рассказывал тут мы пока шли с тобой сюда в кадр что у тебя не так далеко от той географической местности где мы встречаемся девочка когда-то жила да а потом ты рассказывал ну точнее потом прежде этого ты рассказывал публично что сейчас я мол нет какая там личная жизнь олимпиада учеба бла 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 и опять ты улыбаешься этой искренней настолько правдоподобной улыбкой что у меня шапка сейчас летит но там волосы после эфира зачёслены поэтому не поэтому держится всех интересующий вопрос ну а как нельзя по-другому пойми братан нельзя по-другому быть и публичным человеком быть претендовать на то чтобы быть лидером мнений на ты хочешь не хочешь придется открываться да ну просто если я буду рассказывать про всех девочек то меня не включат в список топ-холостяков топ-холостяков да тут у нас да а я прям был перед перед тобой недавно да главный украинский холостяк бадминтона да а у нас было просто топ-холостяков украины спортсменов спортсменов да да вот а я сейчас расскажу и все у меня туда раз вычерплю подождите я вычерплю тогда когда ты женишься документальное подтверждение то а так у тебя то есть так ты конечно же можешь делать все что ты хочешь и общаться наверное с любым количеством девочек с которым ты хочешь но вот вопрос ты полигамный в этом смысле парень или все-таки ты такой романтический консервативный да то есть вот чтобы если все если тебя тронет девочка да то ты как бы вот все внимание сосредотачиваешь но опять же стараюсь уважать свой выбор и как по мне вот когда там не знаю 8 9 9 девочек там это но это не уважение своего выбора и это как бы это просто еще не сделал выбор не уважение как бы сына ты как-то не уважение и к девочке каждой и не уважение к себе потому что надо немножко ну себя уважать и как-то уметь уметь остановиться уметь сделать свой выбор и не морочить всем голову вот так вот это молодец да мнение классное я подписываюсь и я уверен что аудитория лайком одобрит но про девочку ты так и не рассказал ну это останется личным останется лично но это личная жизнь хорошо это хорошо да и на тот момент может быть все совершенно но тогда все равно я наверчу этот вопрос да по поводу вот ты физики лирик в этом отношении шееме виду ты романтичный чувак вот если ты проникаешься девочкой да ты полностью романтические лирически это воспринимаешь или ты так все у тебя знаешь как в том анекдоте ты меня любишь спрашивают после 50 чем-то лет совместной жизни супруга о своего супруга говорит ну да почему-то мне 49 лет об этом берет ничего не изменилось ну не знаю очень тоже тяжелый вопрос периодами потому что ну вот бывают периоды когда много тренировок много дел и реально не остается просто не то что желание времени на вот организации какой-то романтики в целом я люблю погулять где-то мне нравится развеяться где-то пройтись после там тяжелой недели где-то там посидеть вкусно покушать сходить в кино в этом плане там ходить будет сад посреди какие-то красивые цветы сходить на какую-то выставку картин мне это тоже очень нравится марчака прям обожаю like марчук топ нравится то есть где-то вот ходил на выставку на банка чернобыль такое да нравится хожу какие-то для свидания да если мы говорим прям вот романтику постоянно там завтраки в постели или там что-то такое но это не по мне постоянно то есть иногда добывает что-то романтическое но но при знакомстве понятно что больше романтики со временем чуть-чуть меньше и сглаживаются поэтому ну где-то примерно вот так просто ты в одном из своих интервью да ты объяснял свою осторожность сейчас в плане отношений даже не хочешь там заходить в отношения тем что у тебя очень много времени нет дома и даже отношения на расстоянии это все это очень странно но вот же все отношения на расстоянии и сейчас у нас это раньше мы могли письма писать или идти в переговорный пункт заказывать телефонный разговор чувак когда ты сейчас на фейстайме можешь все видеть то извини меня и виртуальный секс сейчас есть в принципе абсолютная данность для многих тех кто вынужден до находиться на расстоянии как тебе такой мне ну надо трогать надо трогать пока еще не придумали ну то есть вот именно то что в плане живое общение все равно живое общение на все время тебе не заменяют там нет нет телефон классно да что есть возможность связаться но в любом случае живое общение но лучше качественнее и но более настоящее ладно посмотрим на более настоящее еще не буду тебя получать больше по этой теме спрошу о теме да 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 ну кто знает как пойдет дальше да про науку мы поговорим сейчас с тобой вот об этом ты мне точно расскажешь так как ты сначала говорила что нет я вот сейчас и в спорт и в учебу учебу что за учеба и зачем это тебе нужно и чего ты хочешь добиться на этом так все началось пятый класс значит я поступил свой первый физмат на левобережной 208 лицей и так так начался мой путь физмат физмат путь в восьмом классе я закончил вот как раз прошли контрольные все вот это все и мне родители такие давай попробуем просто проверить знания поступить вступительные экзамены лицей тогда тогда был не знаю популярный на то время сейчас наверно тоже ну физико-математика при шевченко у фмл мне предложили давай попробуешь а вдруг я сдал экзамены физику не очень сдал а математика в лице у меня в прошлом было не на хорошем уровне я сдал залетел и папа такой ну все поступаем я принципе такой подумал подумал давайте поступил классно отучился мне очень нравится очень классный подход очень классный классные учителя мы в одиннадцатом десятом классе уже проходили программу там университета какую-то там ну уже там ничего не решали уже много чего решали уже да то есть ну сказали да то ли все только не решали реально ну то есть у нас первый курс универа у меня прошел я просто прихожу на там там математический анализ и просто мы уже это все проходили это все знаю там какие-то ну реально темы которые тяжелые и мы это все все решали я такой ну все классно отучился и потом уже как-то идти было в инфиз или что-то не физмат было неинтересно и меня тогда стоял выбор только перед физическим факультетом то есть факультет физики или механика математический факультет и да все все овченко то есть это там же там же лицей был и недалеко эти университеты и я в принципе даже за но у меня тогда как раз были юношеские олимпийские игры шестнадцатый год я приехал с юношеских олимпийских вообще не готовился к за но я вот минимально кое-как ну какое как нормально закрыл еще относительно поступил на бюджет на физфак вот удачно отучился потом я видел возможность физфаке что у нас келетоне конструкция с металла и коньки с металла и что это можно как-то соединить и я потом уже на третьем курсе пошел на кафедру физика металлов и вот собственно изучал и пытался что-то сделать к сожалению у нас в науке сейчас не самые сладкие времена в принципе как и во многих сферах нету практической базы и к сожалению ничего прикладного то что мы могли бы использовать скелетоне мы не сделали и никаких особо измерений каких-то исследований мы по скелетону не сделали но я уверен что эти знания которые обрел на физическом факультете мне достаточно много помогает скелетоне и которыми я могу пользоваться вот для понимания для делания чего-то для скелетона по поводу науки дальше сейчас учусь на магистратуре но опять же да там же сейчас все по дедальным графиком потому что тренировки и сейчас стараюсь описать научную работу кандидатскую защищать это диплом написал сейчас магистрскую пишу кандидатскую посмотрим там кроме самой работы надо еще статьи публиковать у меня уже есть пару статей опубликованных можете поискать не поискать подожди ты мне пришлюшь мы покажем чего-нибудь если это скрина можно показать как-то иметь красиво пусть люди посмотрят ну может быть может быть и так сделаем пару статей это сколько две или больше ну вот где по моему мне сейчас есть автор снова опять же когда выпустится интервью мы попробуем быстрее да ну просто потому что да сейчас вот я уже закончил научную практику может мы по ней что-то еще тоже напишем как это делается то есть ты в соавторстве с кем-то да вы берете какую-то тему вы ее разрабатываете пишите статью подаете в специальное издание да да университетского но сейчас допустим если мы говорим о последней как вообще мы делали диплом но он принцип sorteе мы взяли результаты исследований харьковского университета или какой-то технический университет взяли результат это еще них есть условия у нас тема называется магнито сопротивления на на трубках при низких температурах при сверх низких температурах нет на сопротивление в на на трубках при сверх низких температурах это даже вот и сейчас сказала у меня так вот эти коньки скелетона сразу по льду представили. Ну вот, и по этой теме у нас нету, например, такого магнитного поля, которое мы можем создать на факультете, и нету тех сверхнизких температур. То есть лабораторных условий нет. Да, плюс ковид, то есть нету возможности присутствовать было все время на физфаке или поехать куда-то сделать что-то. Мы взяли результаты, мы их обработали, мы с них взяли какие-то итоги, то есть мы сделали обработку этих данных, описали эти все процессы, сделали выставки, выводы, выводы сделали, и все, то есть это готовая работа. У меня есть научный руководитель, с ней мы все делали вместе, она помогала как человек, который уже с опытом. Она профессор, доктор, да. И получается вместе мы это все сделали, и уже получается публикуем работу. Она тоже в этом помогает, потому что, опять же, у нее уже есть опыт, и она меня как бы направляет, и вместе мы работаем. И в таком клеще, в принципе, и я думаю, большинство работает, просто там меняются темы на плане вот сама структура, подход. Я почему-то об этом спрашивал, да, ну вот потому что ведь научная жизнь, она же предполагает и участие в конференциях, и выездах, и так далее, и так далее, и так подобное. То есть вообще тебе это интересно? Ты же почему-то этим занимаешься, я так понимаю, интересно или какая-то другая цель? Интересно, опять же, интересно, потому что хочется обрести знания, которые можно бы применить в скелетон. Мы говорим, как, да, если по-профессиональному. В целом, свою жизнь сейчас я бы не связал с наукой, потому что сейчас я не считаю себя таким усидчивым человеком, который сможет там сидеть в лаборатории и что-то там делать, если, ну, мы говорим именно о лаборатории, потому что у меня была возможность через, так сказать, скелетонный мир поехать в Швейцарию, в Тюрих технический университет, но я немножко приоритеты пересмотрел и, как бы, в принципе, продолжаю заниматься спортом и решил не забрасывать, потому что, если мы говорим о Тюрихе, тогда была возможность поехать туда реально, надо было просто знание английского, у меня, в принципе, какой-то базовый уровень есть, я бы потянул, но самый большой нюанс, который мне не нравился, там 2-3 месяца выезд и там работа в лаборатории, и там никакого, понятно, спорта режимного, который нужен в нашем профессиональном виде, там не будет, и поэтому я пересмотрел и занимаюсь спортом сильно. Приоритеты пока. Да, приоритеты пока такие. Научная жизнь, опять же, мы говорим, если спортивная жизнь, мы все понимаем, что спортсменом ты не будешь в 47-8 лет, ты не будешь заниматься и выступать на высочайшем уровне. Ну, если будешь, то ты будешь легендой, и тогда уже потребность науки может отпасть. Ну, я могу сказать, там, 53 года, 54, то есть в тот возраст, в котором ты уже, ну, явно не сможешь конкурентно выступать на том уровне. Поэтому научная жизнь, может быть, вернется в каком-то, в каком-то этапе моей жизни. Сейчас пишу, конференциях некоторых беру, участие университетских, международных не беру, опять же, потому что там немножко надо более серьезная подготовка, я не вижу сейчас смысла тратить на это время и жертвовать тренировками, и восстановлением, поэтому я сейчас больше сосредоточен на тренировках. Но в целом мне это интересно, и наука мне нравится, и очень много люблю, там, просчитать что-то, вот, про другие сферы физики, про другие части физики. Мне очень интересно посчитать, и интересуюсь наукой. Кого вот в науке популярной ты рекомендуешь прочесть, если вот человек вообще, в принципе, физикой интересуется, как таковой в научно-популярном аспекте? Я бы сказал бы даже вот по-другому. Физика, наука, которая очень быстро развивается, и если мы берем, если просто взять базовые теоретические знания какие-то, которые в университете, можно ли там по советским каким-то учебникам 70-х... Не, чисто для чайников, вот эти вот составить... Для чайников, как по мне, лучше считать и смотреть какой-то YouTube, где просто доходчиво объясняют, потому что книжки... Ну, да, Хокинг, там, может, что-то такое, но это, опять же, это про Вселенную. То есть физика, она очень многогранная, и есть куча разделов, просто, ну, нереальное количество, и куча авторов. Поэтому желательно, то есть тема, которая вас интересует, искать просто доходчивым языком на YouTube, где мы просто будут разжевывать, потому что научным вот этим текстом очень тяжело читать и понимать. Я, например, чтобы для себя вот советовал бы, очень классно помогает и язык подтянуть, и как бы более актуальная информация, научные статьи просто английские считать. Их выходит намного больше, чем у нас, и, ну, можно найти в интернете спокойно. Там просто физикс, там, ньюс, там, что-то там, кто-то-тын. И можно читать статьи, я так делал, язык подтягивал, и почитать интересно, и, в принципе, там, с переводчиком, и плюс специфика какая-то английского, и это всегда очень классно для понимания, там, для какого-то расширения своего багажа. Выяснили. Ты как-то сказал, что чем больше ты узнаешь наших украинских спортсменов, тем больше ты каждым из них восхищаешься, тем языком, за кем смотришь, да, и стараешься брать для себя что-то от каждого. Давай пройдемся по персоналям, расшифруй, от кого ты чего взял на данный момент, кем ты более всего восхищаешься. Ну, так вот, на вскидку, кого не вспомнишь, явно не обидятся, ребята, но, тем не менее, вот кто сейчас приходит в ГОМ? Так, ну, начну, конечно же, со своего товарища, друга, Александра Абраменко, олимпийский чемпион по фристайлу. Саня здесь у нас был, да? Мы тут дадим ссылочку, если что. Вот, и с Саней мы весь прошлый год, ну, ковидный, вот именно, межсезонье, мы тренировались вместе, и мне посчастливилось тренироваться вместе с ним и набираться у него опыта, много общаться, много спрашивать, много про подход, много моментов профессиональных, то есть, как он настраивается на соревнования, как он видит соревнования для себя, да? То есть, завтра соревнования, что, как, какие мысли, как его путь вообще, да, спортивный, потому что у него реально крутой спортивный путь, он в спорте уже очень давно, с самого детства, и олимпийский чемпион. Это нереально круто и вот мне нравится, как он дошел до своего золота. Например, что если хочешь, то сможешь. Да, да. И опять же, несмотря на то, что трамплины, в каком состоянии и так далее, и так далее, и так далее, но он, у него золото и реально очень много набрался у него и набираюсь дальше. Потом Олег Верняев крутейший тоже спортсмен. С ним вообще познакомились. Очень интересно, как-то я что-то... Ну, я был на него подписан и отвечал на какую-то сториз. И он мне как-то у меня тоже какой-то был период, что там, как дела, познакомились, меня там поддерживал очень сильно. Он такой был как-то... У меня соревнования были неудачные. Я меня классно поддержал, и я такой, блин, классно. Для меня это, опять же, в то время это еще до Олимпийских игр было. Я совсем малой, и для меня это легенда спорта. Все, уже легенда спорта живы, которые сейчас выступают. И они так... Реально очень с радостью идут на контакт и очень с радостью общаются, очень с радостью знакомятся. Вот тоже с ним много общаюсь. Кстати, на теме машин он тоже повернулся. Да, и с ним мы тоже, да, вот катались когда-то. Тоже много вот от него взял. Очень сильно восхищаюсь. Много общаюсь и проводил прямые эфиры с Шерестяком Тарасом. Тоже очень крутой спортсмен, боксер, призер Олимпийских игр. Сейчас живет в США. Очень много спрашивал про тренировки, про восстановление. То есть, много набираюсь, вот, интересуюсь, да, с Пустозвоновым тоже общаюсь, тоже виделся, на игру ходил недавно. Тоже очень много спрашивал про восстановление. То есть, тоже где-то собираю информацию и что-то для себя все равно беру. Потом тоже использую. Да, может, виды не такие же, но восстановление где-то, оно все равно пересекается. Аня Рыжикова. Тоже общаемся, тоже, то есть, знакомы со спортсменами. Ну, не знаю, с многими общаюсь, просто с Беринчиком когда-то даже на бой, когда он готовился, ходил на спарринги к нему. Тоже чувак вообще шикарный, веселый, ну, там, вообще с ним не скучно точно. Там, стрельба, там, все вот это вот. Да, Деоня может. Самое главное, что все эти разговоры тоже можно у нас посмотреть. Все они селены. Да, у вас, видите, я перечисляю в рекламу. Абсолютно верно. Здесь не то, что даже тут не в рекламе дело. То, дело в том, что наше целеполагание, да, показать вас немножечко не с той стороны, которая видна на соревнованиях, которая видна в вашей профессиональной плоскости, да, а показать то, как вы думаете. Показать то, чем вы живете параллельно со спортом или помимо спорта, да, показать, как вы устроены ментально. Это очень сильно влияет на восприятие аудитории. Это я тебе говорю абсолютно точно, да. И когда люди слушают от тебя, например, про физику, да, про научные работы, то вот это самое клише спортсмены тупые как-то вызывает у них когнитивный диссонанс, понимаешь? Вот то, о чем ты говорил в самом начале, что вот есть это знаменитое, к сожалению, да, ну не знаю, чем обусловлено, пока не знаю для себя, честно, чем обусловлено это утверждение, что спортсмены тупые. Да, почему не знаю, объясню, потому что я в спорте с середины интегрирован с самого начала очень давно, да, я знаю всех вас с вот такой стороны, то есть я знаю вас абсолютно адекватными, абсолютно вменяемыми и интересными людьми. Почему ты думаешь, в чем вот этот фокус, что общество до сих пор употребляет это словосочетание? Спортсмены, а не штукой, я что с ними гну? Тяжело сказать, наверное, к сожалению, есть некоторое количество спортивных интернатов, где реально забивают на учебу и где массово спортсмены не учатся и там, не знаю, совсем неграмотно пишут, неграмотно разговаривают, как-то бедловато себя ведут. Все равно есть некоторый процент спортсменов, который себя так ведет. Честно говоря, опять же, я, как и ты, я в спорте тоже самого детства и я многих спортсменов с многими знаком, хоть я там не совсем уже взрослый, у меня папа тренер, все равно я с многими знаком и точно скажу, что спортсмены высокого уровня, у которых высокие достижения, это спортсмены достаточно умные, потому что спорт профессиональный и вот этого высокого уровня это борьба умов, как говорил Ломощенко Анатолий, это борьба умов и в любом случае тут глупо мне место. Если ты не будешь думать, если ты не будешь анализировать, если ты не будешь воспринимать информацию, результата не будет. Но, опять же, массово не у всех результаты есть и поэтому я думаю, что некоторые, да, некоторые забивают на учебу и почему-то людям кажется, что невозможно совмещать. Но много, много что кажется, опять же, я считаю, что совмещать можно и спортсмены, это не зависит от того, спортсмен ты или не спортсмен. То есть человек, если глупый, не глупый, это зависит просто от желания человека вбирать в себя информацию какую-то новую, обучаться и ну это больше зависит от человека, а не просто вот спортсмен и все значит тупой. Я так не считаю и много, много очень примеров там, где спортсмены явно не глупые. Ну и тебе благодарности всем тем, кто вот сидел и будет, скорее всего, сидеть на этом стуле, да, за то, что вы развенчиваете раз за разом выпуск за выпуском вот эту вот старую сентенцию, которую, я очень надеюсь, она выцветит, когда-нибудь до такой степени, что да, что ее не будет просто заметно, но потому что это данность, это факт, во всяком случае, вот на том уровне, о котором мы с тобой сейчас говорим. Твой мерч футболки Герас, правильно называется? Это торговая марка, которую вы зарегистрировали? Что это, в чем идея, где купить, если можно купить и вообще вот обратно. так, тут интересно. Давай. Герас, мы с ребятами, у меня ребята есть, друзья, они очень классно логотипы делают, занимаются в этой сфере, они творческие люди и мы с ними разработали наш логотип для федерации и у меня сейчас в целях одеть федерацию нашу. Логотип для федерации ты мне пришлюшь, мы здесь покажем, хорошо? он у нас на футболках, я потом футболки, фотку скину, покажешь. Сделали футболки, тестовый вариант, опять же, все пока в тестовом варианте, к сожалению, не могу это очень быстро двигать, потому что у меня есть свои тренировки и так далее. Это двигается, но просто не так быстро, как я хочу этого. Хотим сделать еще спортивные костюмы, хотим еще сделать какие-то летние шорты и так далее. Пока вот это как раз в процессе. Потом, по бренду одежды, сейчас мы очень плотно работаем с Марч, это украинский бренд одежды. Был женский бренд одежды, но сейчас мы уже оттестировали уже весь сезон. Уже у меня остальные выборы, да? Не буду теперь. Да, уже мы сделали свои куртки, мы уже в них сезон были, оттестировали, сейчас их дорабатываем и, скорее всего, скоро ждет что-то интересное, марчи с Гересом, что-то будем выпускать, поэтому следите. Должно быть очень интересное, что-то очень эксклюзивное для нашего украинского рынка, там, где спорт, с модой, где-то. Мне это очень нравится, я слежу за модой и я бы хотел что-то свое, не только мерч, а в целом бренд, чтобы был одежды и постепенно, то есть, может, он не будет каким-то массовым, но какие-то лимитированные коллекции точно будут, и купить можно будет через нас, я думаю, с временем появится и сайт, на котором это все будет и уже там будет все продаваться и одежда и какие-то еще товары может от меня, от нашей федерации может, и что-то интересное. герас герас это о боже первая часть твоей фамилии, правильно понимаю, или какая-то другая есть? Ну, вообще, вообще у нас такая история, это как в том анекдоте про вот фамилия, всяк... карта 외 нет просто папа была карта и паспортистка была такая, да? Вот это вот та же история у нас герас у меня папа фамилия гераскевич в паспорте через g английскую. У меня транскрипция поменялась, и у меня через H, то есть Хераскевич. Хераскевич. Да. Ну, транскрипция. Дегантно. Транскрипция. Извините. Не знаю, извините, да, английский. И у нас она так и остается, то есть вроде бы как бы папа и сын, фамилии на английском разные, да. Но взял, да, Герас, мне кажется, да, первая часть фамилий, но, по-моему, звучит достаточно лаконично. Много, много всяких разных вариантов я прокручивал, и, ну, реально то, что мне понравилось, классное, лаконичное, небольшое, это вот Герас, и, мне кажется, оно будет запоминаться. Тебя так не называют, там, во дворе или в спортивной, ну, ты знаешь... Когда-то, когда-то называли, да, когда-то называли в школе еще совсем давно. Герас. Герас, да. Вот так вот было. Ты говоришь, я слежу за модой, но, судя по носкам, ну, во-первых, элеганты. Скоростные, у меня скоростные. А какие еще могут быть у тебя носки при таких кроссовках? Только, только, только так. Чего в моде? Ну, скажи нам, а то посмотри, как мы, как оборванцы, сидим. Так, мода. Значит, спортивная мода, уличная мода. Да. Свой топ-кроссовок, наверное, да? Беговых. Это как ты хочешь? Я же не знаю, в чем... Ну, может, есть такая рубрика у вас какая-то. Ну, будет. Давай мы заведем не рубрику, а прямую речь от тебя. Рубрику каждый может занести. Да. Ну, все. А вот ты прямую речь не каждому можешь сказать. Так, нравится мне, если говорить о моде спортивной, в том, в чем бегаю. Пегасы обожаю. Мне очень нравится модель Pegasus. Да, Pegasus. 36-й я сейчас бегаю. 37-й мерил, но еще вот... Мне как-то они не понравились, но 36-й больше нравятся. Сейчас хочу 38-й себе взять, попробовать и тестировать. Также бегаю... 37-й? 38-й уже вышли. Уже вышли, да? Уже вышли, все. Я уже... Я слежу за молодых. Я же предупреждал. Да-да. Потом Pegasus Trail я использую на соревнованиях. Я в них постоянно бегаю. Это вообще шикарная обувь. Мягенькая. У нас, тем более, разминки проходят на трассах. Да-да. Как правило, где-то по асфальту, по льду, по снегу. И они вот... Самый оптимальный вариант, очень классный. Потом, если говорить о уличной моде, бренды, которые нравятся, которые не нравятся. В принципе, вот Palace, Coldwall, Palm Angels, Off-White, Haren Preston стиль. Плюс Geras. Ставлю наравне. Geras, свой бренд, будет наравне скоро. Парни, тушите свет. Мы ничего не знаем, кроме Geras. С вами вообще нам не место возле этого модного человека. Мы оставим в ореоле софитов самого. Мы не можем здесь находиться. Изи. Изи, Kanye West. Такое знаете? Ну, читали. Читали в прессе, да. Читали. Ну, просто. Ну, как не посоветовать? Поэтому вот Nike нравится. После прочтения книги еще больше. Ну, в принципе, вот так вот. Давай тогда коротко про еще какие-то книги, которые ты нам посоветуешь? Да. Сколько вспомнишь? Сколько захочешь? Чего почитать? Так. Если антиутопия, прям тяжелая, хочется литературы. Орвелл. Один девять восемь четыре. Я прочитал. Не знаю. Я просто, опять же, я считаю не очень много. Опять сразу предупреждаю. Я прочитал в описании. Если что-то интересное засыпало, все. Я тогда читаю. Тогда, в принципе, быстро прочитываю. Если не засыпало, я даже не буду браться. Ну, антиутопия. Такая тяжелая книга. Ну, шудок. Это если вот про Nike. Это очень интересная книга, в принципе, про бизнес. И про самого Philo Knight. Потом про Jay-Z. Empire's Stand of Might. Джейзи, да? Только не от Jay-Z, а от журналиста. Там очень интересно. Там тоже всякие его махинации. Там всякие схемы, как лейблы работают. Очень интересно, кстати. Не знаю, кто в музыкальной индустрии вообще, как это работает. И там это достаточно неплохо описывается. Какие-то базовые моменты. Может, сейчас, конечно, что-то изменилось. Но, я думаю, несущественно. Ну, и плюс его рекламные, там, эти, не знаю, выдумки. Это просто что-то шикарное. Это хорошее. Ну, да. Там, как вино. Там, раз, купил вино, там, переклеил наклейки. Продал в три раза дороже. Просто за счет имени. Ну, это шикарно. Потом, сейчас считаю, что-то очень долго на этой книге остался. Но, вот, тоже советую. Гонка за лидерство. От менеджера, от главы команды, директора команды Ferrari, когда в то время был Михаил Шумахер, глава команды. И забыл просто, как... Ну, сейчас фамилия вылетела. И, вот, он был до тринадцатого года в Мерседесе. Он был в Бенетоне, когда Шумахер первый свой чемпионат выигрывал. И тоже там просто все про мир Формулы-1. И, в целом, очень интересно. Они там очень много аналогий приводят с Искусства войны. И, ну, прям, тоже топовая книга, очень интересная. И для понимания Формулы, и для... Если вам... Если вы смотрели просто сериал от Netflix про Формулы-1, жажда формулы выживания, то вот книгу прочитаете прям вообще класс. То есть оно все сопоставляется. Это такой, блин, ну вот это мир Формулы. То есть чем он интересен, как зритель... Потому что, когда ты смотришь Формулу, ну, ездят машинки, ездят. А вот как бы нырнуть внутрь, как они до этого добиваются, как там они разработки эти все. Очень интересно и очень советую. Вот, это совет от Физика. От нашей части совет от Лирика, если у тебя будет время, очень летнее, всемирно известное, хотел сказать попсовое, но нет, хрестоматитные книги. Это Рэй Брэдбери про виноты вспомнил. Вино из одуванчиков, да. Очень летняя книга, очень сильно крутая. И такая же крутая американская книга писательницы Харпер Ли, которая стала, ну, так получилось, да, автором одного романа, но который даже в американских школах обязательно в программе есть, называется «Убить пересмешник». Вот, на всякий случай. В фильме еще был, наверное, да. В фильме точно видно. А вдруг зайдет, ну, мне кажется, очень летняя крутая штука перед финальным вопросом. Финальный вопрос очень простой, он короткий, и ответ твой может быть абсолютно любым. Что самое главное? Можешь подумать? Нормально, хороший вопрос. Так, самое главное. Наверное, следовать своим мечтам и не сдаваться на пути к своим целям, ну, вот, наверное, так. А там, какие у тебя мечты, это уже ты сам себе решаешь, но не сдаваться и не предавать себя на пути к своим мечтам. Наверное, так будет звучать. Ну, если ты это для себя решил, то не сдавайся и ни в коем случае их не предавай. А как получится, мы после 22-го года проверим. Ласка Раскевич. Благодарочка. Да.